Карл Маркс Капитал ТОМ 1 Глава 24 Так называемое первоначальное накопление Один тайна первоначального накопления Мы видели, как деньги превращаются в капитал, как капитал производит прибавочную стоимость и как за счет прибавочной стоимости увеличивается капитал Между тем накопление капитала предполагает прибавочную стоимость, прибавочная стоимость, капиталистическое производство, а это последнее, наличие значительных масс капитала и рабочей силы в руках товаропроизводителей Таким образом, все это движение вращается, по-видимому, в порочном кругу, из которого мы не можем выбраться иначе Как предположив, что капиталистическому накоплению предшествовало накопление, первоначальное, преверсер кюмилишн, по асмиту, накопление, являющееся не результатом капиталистического способа производства, а его исходным пунктом Это первоначальное накопление играет в политической экономии приблизительно такую же роль, как грехопадение в теологии Адам вкусил от яблока, и вместе с тем в рот человеческий вошел грех Его объясняют, рассказывая о нем как об историческом анекдоте, случившемся в древности В незапамятные времена существовали, с одной стороны, трудолюбивые и, прежде всего, бережливые и разумные избранники С другой стороны, ленивые оборванцы, прокучивающие все, что у них было, и даже больше того Правда, теологическая легенда о грехопадении рассказывает нам, как человек был осужден есть свой хлеб в поте лица своего История же экономического грехопадения раскрывает, как могли появиться люди, совершенно не нуждающиеся в этом Но это все равно Так случилось, что первые накопили богатство, а у последних, в конце концов, ничего не осталось для продажи, кроме их собственной шкуры Со времени этого грехопадения ведет свое происхождение бедность широкой массы, у которой, несмотря на весь ее труд, все еще нечего продать Кроме себя самой, и богатства немногих, которые постоянно растет, хотя они давным-давно перестали работать Подобные пошлые сказки пережевывает, например, в целях оправдания проприятий собственности, господин Тьер некогда столь остроумным французом, да еще с торжественно серьезной именой государственного мужа Но раз дело касается вопроса о собственности, священный долг повелевает поддерживать точку зрения детского букваря как единственно правильную для всех возрастов и всех ступеней развития Как известно, в действительной истории большую роль играют завоевание, порабощение, разбой, одним словом, насилие Но в краткой политической экономии Искони царствовала идиллия Право и, труд, были Искони единственными средствами обогащения, всегдашнее исключение составлял, разумеется, этот год В действительности методы первоначального накопления, это все, что угодно, но только не идиллия Деньги и товары, точно так же как жизненные средства и средства производства, отнюдь не являются капиталом сами по себе Они должны быть превращены в капитал Но превращение это возможно лишь при определенных обстоятельствах, которые сводятся к следующему Два очень различных вида товаровладельцев должны встретиться друг с другом и вступить в контакт С одной стороны, собственник денег, средств производства и жизненных средств, которому требуется закупить чужую рабочую силу для дальнейшего увеличения присвоенной им суммы стоимости С другой стороны, свободные рабочие, продавцы собственной рабочей силы и, следовательно, продавцы труда Свободные рабочие в довояком смысле, они сами не принадлежат непосредственно к числу средств производства, как рабы, крепостные и т.д., но и средства производства не принадлежат им, как это имеет место у крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство, и т.д., напротив, они свободны от средств производства, освобождены от них, лишены их Этой поляризацией товарного рынка создаются основные условия капиталистического производства Капиталистическое отношение предполагает, что собственность на условия осуществления труда отделена от рабочих И как только капиталистическое производство становится на собственные ноги, оно не только поддерживает это разделение, но и воспроизводит его в постоянно возрастающем масштабе Таким образом, процесс, создающий капиталистическое отношение, не может быть ничем иным, как процессом отделения рабочего от собственности на условия его труда Процессом, который превращает, с одной стороны, общественные средства производства жизненные средства в капитал С другой стороны, непосредственных производителей в наемных рабочих Следовательно, так называемое первоначальное накопление есть не что иное, как исторический процесс отделения производителя от средств производства Он представляется, первоначальным, так как образует предысторию капитала и соответствующего ему способа производства Экономическая структура капиталистического общества выросла из экономической структуры феодального общества Разложение последнего освободило элементы первого Непосредственный производитель, рабочий, лишь тогда получает возможность распоряжаться своей личностью, когда прекращаются его прикрепления к земле и его крепостная или феодальная зависимость от другого лица Далее, чтобы стать свободным продавцом рабочей силы, который несет свой товар туда, где имеется на него спрос, рабочий должен был избавиться от господства цехов, от цеховых уставов об учениках и подмастерьях и от прочих стеснительных предписаний относительно труда Итак, исторический процесс, который превращает производителей в наемных рабочих, выступает, с одной стороны, как их освобождение от феодальных повинностей и цехового принуждения, и только эта одна сторона существует для наших буржуазных историков Но, с другой стороны, освобождаемые лишь тогда становятся продавцами самих себя, когда у них отняты все их средства производства и все гарантии существования, обеспеченные старинными феодальными учреждениями И история этой их экспроприации вписана в летописи человечества пламенеющим языком крови и огня Промышленные капиталисты, эти новые властители, должны были, со своей стороны, вытеснить не только цеховых мастеров, но и феодалов, владевших источниками богатства С этой стороны их возвышение представляется как плод победоносной борьбе против феодальной власти с ее возмутительными привилегиями, а также и против цехов и тех оков, которые налагают цехи на свободное развитие производства и свободную эксплуатацию человека человеком Однако рыцарям промышленности удалось вытеснить рыцарей меча лишь благодаря тому, что они использовали события Продолжение следует...